Это кринж. Реально как будто этот. Киборг-убийца. Мне написала Лиса. Да, та самая Лиса Авами. О боже мой! Это не нужно выкатывать на свою аудиторию, потому что я здесь блогер, я пришла всех развлекать, я здесь клоун. Кстати, я снимаю этот кусок уже на новую камеру, вы представляете? И я нет. Блин, это что, худи? Ёп! А еще мне впервые в жизни делали маникюр с помощью аэрографа. Это было супер необычно и прикольно. Ага! Еще я лишилась нескольких сантиметров волос. Но обо всем по порядку. Ну что, проснулись и улыбнулись? Как вот почувствовать себя человеком, если это немножечко dead inside? Ну, во-первых, наверное, нужно причесаться. А в идеале еще и помыть голову, но она у меня уже чистая, я подготовилась. Я тут конкретно, конечно, ушла в себя и решила, что мне нужно срочно что-то менять. Мне кажется, что мне пора сделать какой-нибудь glow-up, преображение. И я хочу взять вас с собой, чтобы вы посмотрели, что я делаю для того, чтобы чувствовать себя лучше, для того, чтобы по-новому взглянуть на себя, возможно. И просто, чтобы как-то поднять себе настроение, когда за окном очень серо, холодно и неприятно. Ах, да, меня зовут Наташа42, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, ставьте лайк этому видео. И я надеюсь, что мы с вами еще увидимся в разных влогах на этом канале, поэтому, да, подписывайтесь. Я думаю, что все-таки мне нужно что-то сделать со своими волосами, потому что меня буквально бесит мое отражение, мой вид в кадре. Вот эти темные корни уже слишком сильно отросшие. Вот эта вот желтизна, она меня уже достала. Мне хочется что-то поменять, и я, пожалуй, начну как раз-таки с прически. Пойдемте со мной. Погодка, конечно, особый кайф. Вот этот вайп. Чувствуете, да? Чувствуете? Нет, это не изгаженные дорожки, их посыпали песком. Иду, короче, к мастеру, к своему надам, потому что очень удобно она по соседству живет. И мы всю красоту творим обычно у нее дома. Вот это вот явно лишнее. Это, знаешь, как вырежется вот так, когда, знаешь, выставишь волосы, а они стоят. Вот это вот лишнее явно. Это твой ужас. Да. Ужас, сюда. Вот это вот отдельно. А это уже будет вот. Максимально доплечь. Ну, я думаю, что вот это вот лишнее. Ну, здесь чуть-чуть как бы это все равно будет не целиком вот так, а отдельно вот это вот и отдельно вот это вот. То есть у нас разница вот эта. Что вот такая вот я красотка, блин? Если бы я умела сама себе осветлять, Настя, я бы тебя не дергала, честно. У меня уже было как-то, по-моему, два раза я пыталась сама себе осветлить. Нет, спасибо, я лучше сама. Потом пришлось исправлять. Итак, мы осветлили мои корни, затем затонировали их. Как асимметрично у нас получилось, типа зимняя вишня получилась. Салон-центрифуга. Причесали все это, подстригли, убрали длину и также подстригли челку. Затем все это высушили и уложили. Так как корни свежеосветленные, на них ярче легла тонировка, поэтому не пугаемся. Это за пару помывок. За один-два дня все смывается, поэтому можем оценивать результат. Пишите в комментариях, как вам? Ну что, вот она я пришла к вам с новой стрижкой и с новым цветом волос. Уже чувствую себя гораздо лучше. С новой стрижкой, с новой прической. Действительно, как будто бы вступаешь в новую жизнь. Ну, хотелось бы верить в это. Хочется все старое, все негативное оставить в прошлом. Старый образ оставить в прошлом. И что-то новенькое добавить. Как-то освежиться и почувствовать себя лучше. Я надеюсь, что этим видео я тоже как-то вам помогу. Вдохновлю также и вас на преображение, на то, чтобы что-то поменять, на то, чтобы как-то по-новому взглянуть на себя. Волосы это только начало, ребят, понимаете? Давайте же посмотрим, что же меня ждет дальше. Новый день, новая я. Только что после душа, фреш. Я тут подумала, что еще может мне принести какую-то радость и уверенность в себе. Помимо того, что у меня должны быть чистые волосы, чистая голова. Это мы сделали. Чек. Дальше покраска волос. Это мы тоже выполнили. Уход за собой, спа-процедуры и вот это вот все. И все это можно сделать на самом деле дома. Значит, у меня тут есть некоторая коробочка со всяческими масками, уходом за собой, которые, знаете, вот подарили когда-то вам патчи и маски. Вот вы это в коробочку положили и забыли. Если у вас есть такая же коробочка с разными масками, патчами, вот этими тканевыми штучками, ставьте лайк, во-первых. Во-вторых, мне кажется, пора бы уже что-то из этой коробочки достать. О, вот это я хочу попробовать с вами. Гидрогелевые патчи от Елизавета с хрюшкой. Перчаточки для рук розовые тоже нам сегодня понадобятся. О, вот это, вот это я хотела давно с вами попробовать. Это Дарлинг антигравитационная маска для подбородка, чтобы подтянуть все себе там. Вот это мне мама подарила. Это просто it's cringe, but, может быть, это неплохая вещь. Тейпы, лифтинг-тейпы от морщин на всякие вот эти вот места. Расслабляет мышцы, разглаживает морщины. На 7 дней целый сет, но мы попробуем. Я никогда не пробовала. Моя мама на что-то мне намекает. Спасибо, мама. Еще у меня есть штучки для губ, которые мне недавно попадались тоже в адвенте. И мне так понравилось ими пользоваться, поэтому что-нибудь из этого нанесем в качестве ухода за губами. Итак, первым делом сразу наносим вот эту штуку. Я ее уже пробовала. От меню Корм Сопров продается в Литуаль. Сразу, как говорится, будем сидеть в таких вот носочках, блин. Это очень смешно. Домашний спа, ребят. Просто эту штуку разрезаешь, открываешь, надеваем. Боже. Тут есть такой замочек, им зажимаешь этот носок. И все это мы вот так. Оп. И вот в таких вот носочках сидим час, а то и полтора. И эта маска, она работает не сразу. Она срабатывает где-то через 3-4 дня. То есть с начала эффекта вообще никакого не ждите. На самом деле, это супер рабочая маска и недорогая. Для начала нанесу тоник для лица. У меня этот тоник в стекле от бренда Яда. Мне нравится. Увлажняющий, освежающий, приятный. Кстати, как я ухаживаю за своими волосами и за лицом, можно посмотреть у меня в телеграм-канале по хэштегу Наташа42Уход. Там много разных советов, разных средств, подборок, которые мне нравятся, которые мне не нравятся. Так что туда заходите, читайте, подписывайтесь, ставьте лайк. Блин, как же я люблю снимать от окна. Но как же я не люблю, что этот цвет очень быстро заканчивается зимой. Так что нам нужно ускориться. Патчи гидрогелевые от Елизаветки. Чего? 3-4 часа? Что? Их нужно оставить на 3-4 часа? Вот тебе домашний спа, блин. А, оно не сползет? А, тут еще и несколько, что ли, штук, смотрите. Глубоко увлажняют кожу, поддерживают ее упругость и помогают уменьшить морщины в зоне вокруг глаз. Их также можно оставить на коже на всю ночь. Охренеть! Вы такое знали? Я первый раз такое вижу. Они выглядят абсолютно обычно, как просто тряпочные патчи. Слушайте, они действительно очень хорошо держатся. Как будто приклеились. Давайте попробуем вот эти лифтинг-тейпы. Один такой листочек, где сразу на несколько зон тейпы. Ну, судя по рисунку с этой очень шокированной женщиной, вот этот большой нужно наклеить на межбровную зону. Используйте тейпы на чистую кожу. Натяните с помощью тейпа кожу так, чтобы морщины разгладились. Ну, у меня сейчас пока нет морщин вообще. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Зафиксируйте в нужном положении, ставьте на 1-2 часа или на всю ночь. Короче, ребят, у нас сегодня большое видео. Нужно просто эту зону как бы зафиксировать, чтобы она не двигалась. Когда тебе уже почти 30, а может быть даже уже и за 30. О, вот здесь вот у меня есть, кстати, складки, действительно. Но это скорее не морщины, это просто здесь объем и есть впадина. И вот на нее... Так что ли? О-о-о! О, слушайте, я чувствую натяжение реально. Блин, тяжело говорить. Почему это так смешно выглядит? Я не могу улыбаться теперь. Все, я теперь не могу удивляться. Антигравитационная маска от бренда Дарлинг. Для коррекции контура лица. Эу! Какая она неприятная. Как будто вареная колбаса или ветчина. О, это нужно к ушам приклеивать. О, боже мой. Как это сделать? А-а-а! А-а-а! А что ж такое? Что за пытки, ребята? И хотела уход за собой, а не... Это легендарное видео, я считаю. И это при условии, что у меня еще мокрые ноги в этих шуршавых носках с кислотой. Но я надеюсь, что действительно лифтинг будет. Ну, потому что натянуло, так натянуло, блин. Глаз на одно место натянулся, так конкретно. Нам же еще губы надо намазать. И еще у меня есть остатки полосок для зубов. Мне кажется, я буду реально сейчас киборгом просто. Открываем. Чтобы чувствовать себя еще увереннее. Ну, кстати, действительно, это правда работает. Сейчас это не реклама. Красивая улыбка, красивые зубы белые. Поднимают уверенность в себе, по крайней мере, у меня точно. На нижние тоже надо нести. Давайте губы намажем. Мне очень понравились обе эти штуки. И Клоранс, и Элемис. Но Элемис более ухаживающая штука. То есть та Клоранс классная, очень круто ухаживает. Но она декоративная больше. Все, мы ухаживаем, мы ухаживаем. Мы впитываем в себя эту женскую энергию ухоженной женщины. И последнее, что нам осталось. Маска для рук. Перчатки увлажняющие для рук с овсянкой. Let's go. Это прям полный комплект. А вот эти перчатки никак не закрепляются. Это, кстати, минус. Так, надеваем. Там какая-то прям такая жижа. Как будто не хватает каких-то резинок, чтобы ходить в этом. Кстати, сколько надо в этом ходить? 20-30 минут. Все для красоты. Красота требует жертв. Даже если это кринж. Девочки, ну всем советую. Такой уход за собой. Он реально помогает как-то по-новому на себя посмотреть. Ну что, я теперь в полной экипировке. Реально как будто этот. Киборг-убийца. 2 часа позже. Ну что, уже вечер. Я сняла перчатки и носочки. И у меня такие крутые ощущения в руках. Я в шоке. И пришло время снимать эту красоту с подбородка. Что, подтянулась я? Ну как будто бы да. По крайней мере, ощущается менее припухлая эта зона. Я не знаю, это может быть самообман. Вот эти вот патчи надо снять. Очень аккуратно, чтобы не содрать в себя еще и кожу. Блин, это реально самообман может быть? Ну потому что, мне кажется, или реально вот здесь носогубка стала более гладкой. И вот здесь. Но чувствую я себя определенно лучше. Намного лучше. Так, можем уже вычеркнуть из списка. Спа-уход. Утром перескачает. Потом бегает. Потом тверник. Потом анжимани. Вот. И в тот же вечер, после своего замечательного многоступенчатого ухода, я отправилась в спортзал. Это я уже на следующий день снимаю. А пока что рассказываю, что было. В общем, я решила пойти в спортзал. И меня очень сильно замотивировал тот факт, что там был бассейн. А я очень люблю бассейн. Я люблю плавать. Поэтому этот пункт мы тоже можем вычеркнуть. И вы знаете, да, действительно, я почувствовала себя лучше после этого. Как будто бы мне стало легче двигаться, легче дышать. Точно я могу сказать, что я почувствовала себя сильнее. Я почувствовала, что я потратила время на себя, на свое тело. Ребята, ну жизнь после 25 меняется. Возможно, мне было бы легче жить, если бы меня предупредили заранее. К такому меня жизнь не готовила. Но я зато могу вас подготовить. Если вдруг вы не знали, я вам раскрою, значит, инсайты. После 25 нужно обязательно заниматься спортом. Нужно обязательно соблюдать режим. Иначе твоему телу и твоему общему состоянию, физическому, ментальному, наступает не самое лучшее время. Ну все. Я так перетрудилась, что даже пока снимала это видео, успела заболеть. Вот настолько слабый организм после 25. Я уж не говорю, что помимо всех пунктов, которые я сегодня вам рассказываю, нужно, конечно же, соблюдать режим сна, правильно питаться, комфортно питаться, не переедать, не голодать ни в коем случае. То есть все должно быть в меру. Естественно, никаких вредных привычек. Сопинг, модный лук, я звезда YouTube. Также помимо спортзала у меня есть такой пункт, как красивая одежда. Даже дома. То есть я имела в виду, что, конечно, дома хочется одеваться во что-то удобное. Но давайте пускай, даже если это будет что-то удобное, какая-то пижама, какая-то растянутая футболка, чтобы они были красивыми, чтобы они радовали вас, чтобы они были и комфортными, и приятными визуально. Но, конечно, больше уверенности в себе я чувствую, когда я одета, ну, прям вообще просто шикарно, вот куда-то на выход. Какие-то топы, кстати, я покупаю чисто для съемок, и это тоже мне помогает чувствовать себя увереннее, красивее, что я красива в кадре. У меня какие-то красивые здесь аксессуары, одежда. Это все тоже меня как-то вдохновляет, добавляет мне уверенности. Но также я прекрасно знаю, как шопинг не идет на пользу, а наоборот опускает еще ниже твою самооценку, когда ты примеряешь одежду, она тебе не подходит, ничего нормально не сидит, твоих размеров нет, и вообще все не по фигуре, и вообще в примерочных убогий этот цвет, и, короче, все ужасно, у тебя нет денег на все, что ты хочешь, а все, что не хочешь, оно тебе не идет. Ну, короче, ну просто пытка. А если ты еще и в пуховике, замотанный во все эти 10 слоев одежды, то это еще тяжелее все мерить. Оффлайн шопинг это тяжело. Кстати, лайфхак. Мне нравится еще ходить, оффлайн примерять вещи. Вот этот весь ритуал, в принципе, он меня не всегда напрягает. Что-то примеряю на себя. А потом я просто беру и покупаю это онлайн. Просто запоминаю, какие мне размеры подошли, какие вещи мне конкретно подошли. И чаще всего онлайн оказывается еще дешевле со всякими промокодами. Давайте хоть покажу, что купила. Ах да, я еще зашла в подружку и купила такие миленькие патчи для воспалений. И вот такие шикарные, шикарные цацки. Мне кажется, прекрасно надеть с этого Валентина. Но не могла я пройти мимо таких красивых украшений. Я знаю, что на Алике, возможно, это все дешевле. Но я в восторге. Так, следующая вещь, которая вызвала много споров у меня в телеграм-канале. Ну, ребят, я ее купила. Прям очень понравилась. Вот этот вот балет-кор, кокет-кор. Короче, все супер модное. Такой интересный крой. Это не боди, но похоже на боди. Давайте померим. Да, ребят, кофточка очень интересная. Ну, как же мне понравились эти рукава. Эти бантики не оставили меня равнодушной. Я просто в шоке. Это будет очень красиво смотреться на каких-то вот как раз обзорах, где я буду сидеть. И типа у меня такие вот рукавчики. Чисто для этого купила, могу себе позволить. Next вещь. Это альт уже полный, ребята. Просто я рокерша, я панкушка. Давайте примерим. Вот такой свитшот с имитацией рубашки. Мне понравилось, что он такой типа под старину, весь затертый, со всякой рваниной тут небольшой. Как бы стильно, модно, молодежно, вот это вот все. И при этом комфортный, удобный свитшот. Во мне живут две жизни. Я мем, это вот эти два дома. Черный, розовый, эмо. Что думаете? Пишите в комментариях, какой вам образ больше нравится. Они, конечно, абсолютно разные. Я понимаю. Ой, Кузя, ты ко мне что ли пришел? Ой, да посмотрите, кто пришел. Мистер Кузя. Кузя, поздоровайся. Он не злой, просто ему свет светит все время в глазке, поэтому он прищуривается. Иди. Помимо этого шопинга и моих обновочек, мне пришли еще кое-какие новинки, одежды, которых я совсем никак не ожидала увидеть в этом влоге как минимум. Мне написала Лиса. Да, та самая Лиса Авами, которую вы все знаете. Она написала мне, что хочет прислать мне подарок. Она мне его прислала. Я не знаю, что там. Кузя, ты знаешь, что там? Причем она написала, что увидела пост у меня в телеграм-канале. И поэтому решила сделать мне вот такой вот приятный подарок. Я была в шоке, потому что я была просто на самом большом эмоциональном дне, что были у меня вообще в жизни. И когда ты оказываешься просто в самом, в самом темном месте своей жизни, в самом... Когда ты думаешь, что хуже уже просто быть не может, когда ты понимаешь, что хуже только самое страшное, что может быть, это конец. Тебе пишет человек, которого ты смотришь много-много лет. Ну, она мне даже не друг, мы даже не подружки. Пока что она не обязана была. Но она меня очень сильно порадовала и смотивировала. То есть не только касаемо этих ее сообщений и то, что она мне прислала, а просто даже вот как человек, как блогер, который меня мотивирует что-то делать, продолжать и видеть какую-то цель, ради которой я все это делаю. И она действительно одна из тех, кто меня как вот блогера мотивирует что-то делать еще дальше, больше, быть собой, не бояться, не стесняться. Хочу наконец уже просто распаковать, что же здесь можно. Паша, представляешь мне Лису подарки, Слава? Ладно. Давай распакуем вместе. Давай. Ты будешь оценивать мои образы от ее бренда Бездна. О, тут какой-то еще пакетик оказывается. Несколько прям. Тут каждая вещь упакована в свой отдельный пакет. Шелухари. Но это дорого-богато, это вообще. Тут везде еще всякие записочки, господи. Так, вот это, это я сразу вижу, это я сразу хочу. Unpacking. О, боже мой, блин. Посмотрите, брендированный пакет. Точнее, что это, как это назвать вообще? Bag. Ну что это такое? Тебе делать нечего, что ли? Иди, читай книжку, собирай кубик. Bag. Тут как будто в виде комикса памятка. И всякие тут какие-то еще штучки, книжечки какие-то. Что это? Привет, это карточка тебе в коллекцию от Бездны. Меня можно носить как брелок или карточкой под чехол. Прикольно. И такая очень удобная инструкция. Тоже в виде как будто комикса. Это очень прикольно. И сама вещь. Я теперь пафосная кита. Смотрите, тут сзади нашивка. Боже, как я люблю красивые, качественные вещи. Офигеть. Какая ткань классная вообще. Плотная. Плотная ткань. Вот здесь нашивочка. Вы только посмотрите. По-моему, отлично. Достаточно пафосно. Она очень плотная. Это тоже какая-то очень хорошая печать. То есть не такая, знаете, дешевская наклейка, которая развалится. А прям очень качественная. Кстати, фан-факт. Я узнала про Лису из ее видео, где она мыла кота. И она снимала видеоинструкцию, как помыть кота. Собственно, Кузя, которого я мыла по инструкции из видео Лисы. А теперь одеваюсь. Тоже благодаря ней. Блин, как круто. Спасибо большое. Следующий слайд. О, ну. Это моя вторая личность. Черно-розовая М. Снова сзади нашивка. Здесь все круто прошито. Очень оверсайзный крой. Это М размер, кстати. Я сказала, что у меня 40-42. М. Это достаточно большой. Это достаточно оверсайз такой М. Сердце под одеждой. О май гаад. Лук номер два. Вообще супер. Очень мягкая ткань. Мягкая, но плотная. Следующий слайд. О, боже, тут что-то вообще шикарное. Блин, это что, худи? Ёп. Красивые. Ой, это тоже эти шнурочки. Это просто шок. Обалдеть. Посмотрите, здесь шнурочки. Прям реальные. В смысле, это не рисунок, это реально шнурочки. И какое же оно мягкое. Потрогай, Паша. Вау. Блин, а что это такое? Как будто это бархат. Ну не бархат. Не, ну реально, ткань вообще классная. Блин. А, и это, короче, смотри, это рукав. Короче, вот идет футболка. И вот из нее еще рукав. А что так круто? Смотрите, тут еще и бирка такая крутая. Это что за рокерская коллекция? Карта Таро. Тринадцатый аркан, да? Это еще и карта Таро. Ой, он очень длинный. Ну, как бы ладно. Я просто маленького роста, наверное. Тут еще и рукава широкие. Оно очень мягкое, как в одеяле каком-то. Так, Паша, вот. Ну, ребят, за такое надо лайк поставить. Не, футболка клевая вообще. Да, слушай, тебе тоже подход по размеру прям. Последний лот. Это тоже футболка, да? Да, футболка тоже. Обожаю сочетание розового и голубого. И черно-розового. Короче, все прямо как для меня. В конце ролика они догадались поставить штатив повыше. И я вот такая вот я, розово-голубая няшка. Спасибо большое Бездне и Лисе за такую красоту. И затем я отправилась на маникюр, в новую для себя студию. Я давно не делала никакое наращивание, никакой дизайн. Поэтому пожелайте мне удачи. Я выбрала студию Kitty Nails. Она находится в центре Петербурга. Там, кстати, очень красиво. Мне очень понравился интерьер. Просто не место, а мечта. Я бы хотела там жить. Но это всего лишь студия маникюра. Посмотрите, сколько разных дизайнов у них есть. Сколько всяких побрякушек, фигурок можно наклеить на ногти. Они как раз специализируются на ярких маникюрах, на дизайне и всяких экстра ноготочках. Итак, мои ногти были абсолютно девственны. Мне все подпилили, сделали маникюр. Далее сделали наращивание. Но наращивали мы не сильную длину, потому что мне просто непривычно было бы ходить с супер длинными ногтями, как, например, у моего мастера. Такими ноготочками я себе стрелки точно не нарисую, если захочу сделать какой-то макияж. В общем, мне нанесли красивый молочный цвет на ногти, а затем началась магия. Впервые в своей жизни мне делали маникюр аэрографом. Специальную краску мне наносили, распыляли на ногти, чтобы получился максимально нежный градиент. И на одной руке я захотела светло-розовый, а на второй черно-серый. Чтобы, знаете, у меня была одна рука такая розовая гламурная, как я люблю, а вторая рука альтушная. Работу мне делала мастер Юна. Я очень ее рекомендую. Она супер нежная и аккуратно все выполняла. Очень красиво делает дизайны, все от руки рисует. Она просто настоящая художница. Посмотрите, какую красоту мы уже сделали. Я не записала вам, как мы налепливали все эти фигурки, просто потому что это был очень долгий процесс. Но очень приятный, творческий. Посмотрите, уже даже стемнело, пока мы всю эту красоту делали. И вот такой финальный результат. Я очень люблю делать разные руки, когда делаю маникюр. А вам как? Маникюрчик готов. Сделано. Осталось делать только макияж. Я все-таки заболела. И этот влог я продолжаю снимать спустя неделю, после того, как проболела. Поэтому моему маникюру уже больше недели. Мои корни уже начали отрастать. Это, конечно, печально. Я подготовлю свое лицо уходом. Тонер от яда. И также я подготовлю кожу такой сывороткой от бренда Ерма. Тоже корейская. Она очень густая. Поэтому нужно ее совсем немного. Она потом превращается в такую водичку. Кстати, я снимаю этот кусок уже на новую камеру. Вы представляете? И я нет. Я до сих пор в шоке, что у меня новая камера. Ну, правда, свет все еще от окна. 4К, ребят. 4К. И автофокус здесь просто шикарный. Господи. Я снимала предыдущие части влога на свою старую камеру. Sony Alpha 7S. Как доллар. А теперь я снимаю на Sony Alpha 7C2. Какое же у меня теперь качество. Ну, оно и было как бы качественно. Но просто той камере уже 10 лет. Она уже устарела. Я не меняла эту камеру все эти годы, что снимаю на YouTube. Напишите, ребят, видите ли вы разницу между картинкой, где мы с вами наносили уход и примеряли одежду. Особенно вот там, где мы примеряли одежду. Да, там потому, что все-таки я снимала со светом. И видна ли, в общем, разница между вот этим фрагментом. Интересно ваше мнение. И у меня тут просто гора всяких новиночек, стариночек. Палетка от Viseart. Хочу сегодня ей сделать макияж. Viseart прислали мне ее. Спасибо большое. Это очень приятно, что такие бренды замечают и присылают свои подарочки. Начну я с базы от бренда Astra. Тоже, кстати, классный бренд. Она затирает поры, поэтому я буду наносить ее только в Т-зону. Но еще нанесу на свои какие-то вот эти все высыпания, чтобы они не подчеркивались тональным кремом. У меня тут много новинок. Например, вот такие вот румяна от Gave Moi. Правда, вот этот цвет блонди, он вышел зимой. А это уже прям супер новинка. Orange Madness. Оранжевый румяна. Также я купила тушь от Jeffree Star Cosmetics. Как бы, понимаете, да? Jeffree Star Approved. Посмотрим сегодня, Наташа 42 approved или нет. Еще куча новиночек. Уже, на самом деле, не самых новых. От Shoe. Тоже спасибо большое, Shoe, что прислали их. Относительно новинка еще. Это тональный крем Super Fluid от бренда Influence. У меня это 0,3 оттенок. Он мне больше всего подходит. Но если у вас тоже оливковый подтон, то будет сложно выбрать себе оттенок. Да, что-то даже третий тон достаточно светлый. Может, надо было четвертый? Консилер у меня по классике Tarte Shape Tape. Обожаю его. К сожалению, лучше человечество еще не придумала. У меня сейчас дико сохнут губы. Вот это масло от Clorans. Это тоже новинка. Оно просто идеально спасает меня. Весенняя новинка. Называется Hazelnut. Аромат просто потрясающий. Как будто какой-то ореховый макарон. Французская выпечка. У них вообще в этой коллекции шикарные ароматы. Пускай пока что мои губы увлажняются, пока мы делаем макияж. Тон сделали. Давайте попробуем новый гель для бровей от Revolution и Shrek. У меня была распаковка Адвента с пряней. И там мне попался вот такой вот гель для бровей. О, он прям очень густой. Ой, он такой какой-то как клей. Оставляет такие, знаете, пузырьки на бровях. Что это за пузырьки на бровях? Sorry, Shrek. Не прошел ты проверку. Сделаем контуринг от Beauty Bomb. Из их последней новой коллекции. Скоро, кстати, новая лимитка выходит. Я про нее рассказывала. Что там будет и какая она будет по своему стилю. Обязательно посмотрите в моем новом видео с бьюти-спойлерами, где я слила просто все весенние новинки и даже осенние новинки Beauty Bomb. Я ни в чем не ошиблась даже, я вам так скажу. Там действительно будет палетка теней в виде ковра. Да ладно? Да, ковер из 90-х. Нас с вами ждет. Конечно, хочется, чтобы были еще бьюти-спойлеры на какие-то другие бренды. Но не все бренды готовы сливать то, что у них производится. Но кто-то, кто-то готов делать такие сливы, чтобы как-то подогреть интерес к новым коллекциям. Хороший скульптор, мне нравится. Давайте палеточкой Morphe. У меня это Fair Play. Я ее немножко пересобрала. Мне очень нравится здесь бронзер. Вот этот самый светлый бронзер. Набираю его. Им вообще сложно напятнить, потому что он очень светлый. Он прям идеальный для светлокожих. Fair Play, напоминаю, палетка. И он прям освежает. При этом я не назову себя прям светлокожей, понятное дело. Но вот он так хорошо. Если ты не супер темненький, не супер загореленький, он так хорошо ложится. Уже чувствуешь себя гораздо бодрее, здоровее. Сейчас еще румяна добавим, вообще будет супер. Вообще, я хотела вам рассказать, ребята, пока наносим макияж, пока окрашусь, почему вообще я пропадаю и что же случилось, почему у меня было такое дед инсайдерское настроение. I am dead inside. В каком-то смысле действительно диагностированное. То есть я себе диагнозы не сама придумываю. Я хожу уже 7 лет к психотерапевту. К разным к психотерапевтам я ходила. Но к своему я хожу, наверное, с 19-го года или с конца 18-го. В общем, давно я занимаюсь собой, и все диагнозы прорабатываются активно. Давайте попробуем Orange Madness. Девственно новое Orange Madness. О, да. Очень красивый мандариновый такой цвет. Я возьму кисть Ashley. Обожаю кисть Ashley. Именно для точного нанесения румян, для нанесения скульптора. Вот Ashley лучше, чем Lil B, лично для меня. Хватит там ездить. Кто там едет? Скриньте, скриньте, чтобы Георгу отправить. Такой легкий фреш. Если что, потом добавлю розовых. Закрепляю все пудрой от Laura Mercier. Что я буду делать, когда последняя моя баночка закончится? Я не знаю. Возьму вот эту шикарную кисть Gigi. Я люблю ей припудриваться. Так, взял. Хоп. Хоп-хоп. И уже все лицо припудрил. Я всегда припудриваюсь, потому что у меня жирная кожа такая комбинированная, склонная к жирности. Поэтому эта пудра тоже топ-офф-зе-топ. К консилеру Tarte Shape Tape вот туда. Да, у меня такие же фавориты, как у Наталины. Потому что именно благодаря Наталине я о них узнала и полюбила. И реально моя супер проблемная странная кожа реально любит эти продукты. Поэтому, Наталина, спасибо за фавориты. Это тоже мои фавориты теперь. Уже много лет. Что происходит, почему такое состояние, почему, возможно, я пропадаю и пропала в январе в этом году. Я рассказывала об этом у себя в Телеграм-канале. Это не байт на то, чтобы вы все подписались. Это просто потому что, ну, это единственная площадка, где можно выражаться как бы без проблем пока что. И я написала обо всем как есть. В общем, у меня случилась утрата близкого родственника. Ушла моя любимая бабушка. Звучит, наверное, не очень, но это была моя последняя бабушка. И очень было мне тяжело в связи с этим. Она заболела, в общем, прямо перед Новым годом. Я переживала еще прямо в Новый год. Она уже не молодая. И что-то явно произойдет. И в Рождество ее не стало. Это меня очень сильно подкосило. Я сначала пыталась держаться. Я пыталась какие-то делать посты в Телеграм. Пыталась что-то монтировать на Ютубе. Потому что у меня были отснятые ролики заранее. И я хотела их выложить. Вообще, я планировала весь январь работать, чтобы у меня выходили видосы. Чтобы я на каникулах радовала вас контентом. И на самом деле у меня так всегда и происходит. Я всегда хочу радовать вас контентом. Я хочу всегда много чего снимать. У меня всегда куча идей для съемок. Но что-то происходит. И я просто морально без сил. Палетка Визиарт называется Чу-Чу. И вот такая вот пляжная эстетика. Она такая розовая. Она такая красивая. Посмотрите на нее. Давайте полюбуемся. Она очень маленькая. И она картонная. Я, честно говоря, не ожидала, что она будет такой маленькой. Я никогда раньше не пробовала тени Визиарт. Вообще. Я очень хочу вот этот Барби розовый сегодня попробовать. Их матовые текстуры все очень хвалят. Все визажисты работают на Визиарт. Поэтому давайте тоже попробуем, что там такого крутого. Давайте без подложки прямо так попробуем их. И возьму кисточку Китти. Такая вот она розовая. И палетка розовая. И все розовое. И я такая Китти мама. Возьму второй по интенсивности бежевый. О, да. Вы, конечно, можете сказать, что Наташа, у тебя и раньше были перерывы. Ты постоянно, не постоянно, то снимаешь, то не снимаешь. Ну, во-первых, я человек. Начнем с этого. Я живой человек. У меня есть жизнь. У меня есть мое здоровье. Физическое, ментальное. Я не могу работать, как на конвейере. Я поняла про себя, что, да, есть люди-трудоголики. Есть те, кто, ну, обязан, может быть, там, в каком-то смысле перед рекламодателями. Слава богу, у меня есть иногда такая возможность не брать рекламу. И я просто не завишу от них. У меня есть такие возможности в перерывах. Возьму светлый бежевый, самый светлый. Тени прям очень мягкие. Порой в нашей жизни происходят, да, представляете, не самые хорошие события. Так, мне кажется, у меня слишком сухие веки. И просто не ляжет тень никакая. Поэтому давайте нанесу фиксатор для макияжа. Тоже, кстати, от Clorans. Тоже из новой коллекции. Он потрясающе пахнет розовым вареньем. А пахнет вкусно. Несмотря на то, что это фиксатор, у меня чуть-чуть веки как раз стали более влажными. И туда будут лучше наслаиваться тени. Такой холодный, барби, розовый. Что еще нужно для меня? Получается, не самое лучшее событие. И в моей жизни, так уж случилось, произошла целая череда подобных событий. Начиная с 2019 года, тоже в начале года, у меня ушел мой самый любимый дедушка. У него было серьезное неизлечимое заболевание. Начинается на R, заканчивается на AK. Блин, ну не смешно реально. Ребята, это нервный смех просто. Он тоже долго болел. Когда я завела свой YouTube-канал тогда, в 2018 году, ну я его только начала. Я только-только начала этим гореть, начала этим заниматься. Я еще тогда работала на работе, параллельно занимаясь блогом. И для меня это была уже тогда очень серьезная утрата. Я до сих пор, мне кажется, от этого не до конца отошла. Потому что это серьезно, это страшно, это тяжело. Куча врачей, куча больниц. И не знаю, как мои родители тоже это все пережили. Но в целом, 2019 год был таким хорошим для меня. И блог тоже был достаточно насыщен на разный контент. Я путешествовала, я что-то снимала. Начинала снимать обзоры на бьюти-бомб. И вот уже 2020 год я прям супер ворвалась в бьюти. И тогда уходит еще один мой родственник. Череда. И каждый год у меня кто-то уходил. В следующем году после 2020 еще ушел родственник. В следующем году ушла бабушка. В этом году опять бабушка. Череда подобных событий меня сломала окончательно. Нужен где-то год на то, чтобы отгоревать, прожить это. Вы только начинаете отходить и снова опять. И в этом году я просто уже не выдержала. Потому что разные события в мире происходят. Это все на меня влияет. Я очень творческий человек. Я очень чувствительный человек. Я очень эмоциональный человек. Да, я вот такая вот эмочка. Эмоциональная. Надо как-то из этого выбираться. Я это понимаю. Я осознаю это. Иногда у меня нет сил на то, чтобы снимать видео. Ни на что нет сил. Я не знаю, как это объяснить, но я надеюсь, что вы меня понимаете теперь. Все, что вы видите в интернете, я, наверное, ни для кого не секрет это открою. Просто какую-то тайну, которая очевидна. Это далеко не все, что происходит в жизни людей, в жизни блогеров. И далеко не всем хочется делиться. Далеко не всем можно даже делиться, наверное, в каком-то смысле. Потому что хочется оставить это приватным. Я постараюсь больше не касаться такой негативной, неприятной темы. Переходим к палетке. Да, вот так вот в жизни, понимаете, бывает. Что-то ужасное случается, но что-то прекрасное появляется. Хочу взять вот эту розовую и нанести на центр нижнего века. Я на нижний век еще продублировала матовый розовый. И хочу нанести вот это серебро. Мне просто очень понравилось сочетание розового и серебра. Хромированный мейк. Наверное, меня вдохновили ноготочки, которые тоже розовые, с серебром, с этим хромом. Слушайте, мне очень нравится даже вот эта сияшка. Блин, прикольно так наносится. Очень мягко. Но, конечно, в мире, где есть много-много всего, это сияние, оно проигрывает, конечно. То, что это слишком скучно, слишком простенько. Но матовые меня прям очень действительно порадовали. У меня тут как раз под рукой есть новая палетка Odensei. Обзор на эту весеннюю коллекцию будет. Или уже вышел, или будет. Ребята, обязательно новая коллекция у меня пришла от Odensei. Тут есть просто шикарный мультихром, дуохром, glow vortex. Мне кажется, сюда он будет просто шикарно. О, да. О, да. Это оно. Он просто переливается из розового в зеленый, в голубой, в желтый. И он светлый. То есть он не бензиновый такой темный, а он светлый. Это палетка со змеей. Но у меня к ней есть очень много вопросов. Поэтому смотрите отдельный обзор. Да, мне кажется, так стало намного лучше. Палеточка Morphe снова идет к нам на помощь. Потому что тут есть как раз Barbie Pink. Румяна. Как заиграла-то. Сразу. Но другое дело. Кто-то скажет перебор. А я скажу в самый раз. Я хотела нарисовать какие-нибудь стрелы клевые. У меня тут очень много подводок от бренда Shul. Тут такие двойные подводки. Например, черно-белая. Коричнево-бежевая. Очень красивая. На каждый день прям будет супер. Или вот серо-лиловая тоже. Итак, я использовала черную подводку от Shul. И мне понравилось. Она такая матовая. Хорошо рисует. Не сразу высыхает. То есть дает себя нарисовать. И я как раз их кисточкой пользовалась. То есть такой вот набор. Могу вам смело советовать. И еще я добавила. У меня тут новые подводки от Дивашка. Мне приехали. Я выиграла их в конкурсе. И я вот прорисовала себе такие стрелочки серебряной подводкой. Серебряная мне понравилась. Еще вот этот оттенок Rose Gold мне понравился. Тоже очень красивый. Остальные оттенки мне не зашли. Просто поглядите на это. На это. Эстетическое удовольствие. Конечно же. Вот это вот. Давайте же накрасимся. Надеюсь, что она действительно стоит того. Потому что стоит она немало. Но я, кстати, покупала ее по скидке. Кстати, штучку, если вам не нравятся эти аксессуары дополнительные, ее можно снять. Покупала я по скидке в Литуаль. Знаете, такая классическая черная тушь, как из древности. Потому что у нее обычная щетка. Не силиконовая. Я люблю силиконовые щеточки. И имеет абсолютно обычную basic такую форму. А это все-таки для такого макияжа без макияжа. Макияж на каждый день. А вот нижние ресницы ею классно красить. У меня отдельная тушь для нижних ресниц, что ли, нужна? Нет, мне такого не надо. Ой, солнышко, солнышко. Вы видите этот блик? О, боже мой, вы это видите? Вы это видите? Ну, вы должны это видеть. Боже, как красиво. Я хочу вам показать еще одну штучку, которую я взяла от Clorans. Она меня поразила в самое сердечко своим оформлением и ароматами. О, боже, малиновым брауни пахнет. Такой тинт, такая водичка. Очень красивый такой красно-коричневый оттенок, но сюда просто не очень подходит. Мне прислали всю коллекцию Influence. Спасибо им огромное, конечно, за то, что прислали. Но я не знаю, ребят, нужен обзор на коллекцию Effect Levitation. У меня она вся есть. Я вот взяла одну подводку для губ. Да, это оттенок 02. Подводка-маркер для губ с фетровым кончиком. Я бы ее использовала, на самом деле, на глаза. Конечно, еще мне нравится, что здесь просто полфлакона пустые. Пробую первый раз. А что с цветом? А что с цветом? Так, и должно быть так светло? Ой, оно уже залипло, зафиксировалось. И ее уже не растушевать. То есть вы должны с первого раза нарисовать ровный контур, идеальный. Странный продукт. Прикольный. Он очень стойкий, походу, потому что она прям застыла, зафиксировалась. Тоже новинка. Beauty Bomb Lip Gloss. Красивый, конечно, пипец по оформлению. Это оттенок Diamond Star. Очень красиво переливается на солнышке. Это, по идее, перезапуск их блесков, которые такие русалочьи блески. Из базовой коллекции. Ой, пахнет. Ну, странно пахнет. О, красивый. Гламурные нулевые, ребята. Возвращаем. Он просто в упаковке. Белый такой. Бело-розовый, перламутровый. Ну, вы видите сами. А на губах. Oh my god. Trisha Paytas Vibes. Jeffree Star approved. It's okay. Clio Highlighter Fairy Pink. Он действительно очень такой феечный. У него красивый перелив. Из розового такой в золотой. До охромных хайлайтер. Кстати, тоже пленочку не снимала. Передавайте себе привет. Он очень сухой, как и все хайлайтеры Clio. Его лучше наносить либо пальцем, либо как-то на неприпудренный тон. О, зато видите, какой розовый блик. Ааа, я сегодня вся розовая. Pink girl. Ну, вообще, ну просто пипец. Так, ну что, вот такой у меня финальный лук получился. Осталось только завершить образ аксессуарами. Я еще немного добавила веснушек. Сделала такую укладочку. Ну, реально легкую. Просто выпрямила волосы. От лица чуть-чуть их уложила. И я хочу дополнить образ, конечно же, парфюмом. Если вы хотите узнать, чем пахнет Наташа 42, то чаще всего вот этим ароматом Bomb Shell от Victoria's Secret. Это мой самый любимый парфюм. На самом деле, у меня огромная коллекция разного парфюма. Но вот эти духи буквально ассоциация со мной. Как пахну я, я пахну так. Берегу. Потому что не купить просто так у нас теперь. Давайте посмотрим еще раз на мой мейкап на солнышке. Такой, знаете, простой макияжик. Такой сияющий, такой весенний. Надеюсь, что вам понравился мой влог. Разговорный ролик «Собирайся со мной» формат, но в виде влога. О боже, как же я сияю. Надеюсь, что вы тоже вдохновились. Пишите в комментариях, что вам понравилось в этом видео больше всего. Снимать или не снимать мне дальше такие видео, такого плана, такого формата. Просто, может быть, какие-то другие влоги. Пишите. Буду рада вашей обратной связи. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети. Спасибо еще раз. Люблю вас, ребята. Пока-пока. И не грустите. Все. Будет хорошо. Жизнь продолжается.